Так, а это финал ГГКПа. Блайкас, БО-7. Стуки готовы, жди твои отмашки. Хорошо, жди. Сегодня хотели люди в черном 2 еще посмотреть. Фух. Ну что, кто за кого болеет? Кто победит? Надо голосование сделать, наверное. Так, БО-Эликас. Давайте переголосуем. Оп. А, не знаю. О-О-О-О-О-О. Кстати, сразу, чтобы быть честным. Так, призовой фонд. 11 тысяч рублей и 5 тысяч 700. 11,5 и 5 тысяч 700 за первое и второе место. Это круто. Так что, думаю, каких-то, ну, таких халатных игр не будет. Будет нечто интересное. Хотя, наверное, оба игрока уже подустали. Турнир начался, по-моему, в 5 по Москве. И сейчас уже 12 ночи, он до сих пор не кончился. 7 часов для турнира на 60 человек это много. Это очень много. Я турнир по Quake на 32 человека проводил за 3 часа, по-моему. Правда, не Quake и StarCraft, и игры немного подольше. Но суть в том, что... Долго он идет. Долго. Ну, некоторые ачивки просто фармят. Блин. Это я про игру с компьютером. В общем, смысл... А, это же не были 2 барака от кассы. Мне показалось, что он делал 2 барака с быстрым газом. И при этом... По какой-то странной причине... Странной. Он сделал рипера одного, увидел оверлорда и тут же заказал реактор. Но при этом не стал заказывать второго. Вообще, барака в таком месте прятать было, в принципе, странно. По одной простой причине. Но это было именно специально для того, чтобы сделать стенку. Чтобы закончить ее. Но при всем при этом он видел, что у противника... ТЦ... Не, стоп. Он видел, что хата после пола. И именно по этой причине решил риперам, наверное, не ехать. Сделать закрыть стенку побыстрее. И уже продолжить играть в этом ключе. Да, я думаю, именно такая была логика. Просто обычно у зерга в начале оверлорда летят как? Первый либо летит сюда. Проверять, с чего состоит стенка. Есть ли она вообще. И второй оверлорд. Либо опять же первый летит сразу на натурал. Проверять, есть ли паст командный центр. А тем временем убавая его любимые быстрые 8 роучей. Немножко криво сделаны. Сначала 5. Я так понимаю, это экстра роуча или нет? Нет, это только газилки. Да, это экстра роуча. Только стоп, а что он заказал-то? Экстра одного врача? Да. А, ну правильно. Две газилки на одного гинута. Все правильно. Но в чем прикол именно барака такого в застройке? Честно, не знаю. Наверное, ставка бывает на то, чтобы противник к тебе не пробежал в начальном этапе. И первое же здание является застройкой. По сути, все, что нужно сделать, это просто бункер. И стенка готова. Главное, чтобы он сапай успел поднять. Просто 5 врачей могут создать довольно много проблем. Сапай или реактор? Бункер. Пой, молодец. Почти хорошо отводит рабов. Но терять, конечно, на биллионах роучей плохая идея. Минка. ДПС, конечно... Ой, как они успели убить ее? Еле-еле. Она же почти закопалась. Видимо, урон по мини не проходит, когда уже она прям-прям-прям-прям-прям вообще закопалась. Пока закапывается, еще дамаг по ней идет. Не зевай. Да извини, я... Странно, сегодня так поздно проснулся. В лапе. А че ты с двух разных аккаунтов сидишь? И с одного. Ммм, Блай продолжает делать врачей. А зачем? Он боится того, что гиллионы к нему приедут. А, ну да, у него же стенка не застроена. Быстрый вэйр позволяет... Везде крип двигать. Это круто. Кстати, это очень круто. Знаете, какая поздняя опухоль. Но, несмотря на то, что врачи были заказаны вроде как-то своевременно, гиллионы все равно проехали. Но они мало, конечно, убили. Четыре гиллиона на двух рабов. Это совсем невыгодно разуме. И при этом гелик не смог заехать на мейн. То есть неизвестно, сколько там газов, есть ли шпиль и... Ну, с другой стороны, можно понять, зачем зерго после начального пуша с пятью врачами, ну, с семью-пятью, продолжать делать роучей в таком количестве. Это явно не фастмута. Просто это очевидно. Действительно, зерк сейчас будет пытаться врачами пробить. Касса. Через камни. И это единственная карта вообще из всех ладарных за последние, наверное, несколько лет, где камни ведут прямо на мейн. Последние, наверное, даже года четыре. Не меньше. Ну, один бункер здесь не спасет. Мало того, он даже не успевает достроиться. Ну, бункер убей. Ни мину не убил, ни бункер не убей. А вот что с мариками делать? КСН-ками. Плохо было. Четко какие-то дранит. В роуче доделывая скорость, имел еще и заходкой, но закапывался под КСН-ками. Плохая идея. Очень плохая идея. Плохо с помариком. Хорош. Четкий куш от боя. Очень четкий. КСН-ки сыграл не максимально сейфово. У него даже стимпакт не успел доделываться к этому моменту. Вмотря на то, что на первых рачах он ничего не потерял, когда ты внезапно атаки боя, он не был готов вообще. Потому что рачей отлетать при игре и в пехоту, это совсем. Совсем-совсем. Обидно. 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 1-0. Обидно. 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 Едем дальше Поддержка конечно дикая Ладно, я уже принял решение, мы смотрим финал тогда до конца и завтра весь день буду стримить Завтра и ладер будет, может быть даже лего сел заводит GTA Так, проснусь прям Так, а че у меня завтра? Пусто Как оцениваешь игроков по силе, в чем сильные и слабые стороны каждого на твой взгляд Ну, я как и говорил уже, Блай очень агрессивно играет Все время в атаке Все время удивляет Под него вообще не представляю, как подстраивался Либо слишком сильно перестрахуешься, либо поддашься его давлению Блай, ой Акас Слишком примитивно играет в свои билды Над которыми он очень сильно заморочен То есть вот он принял решение играть, допустим, в тот билд в прошлой игре Он в него играл Что там противник делает? Во что он играет? Вообще по барабану Приходят 10 врачей, у меня ничего нет, стимпака нет, я умираю То есть, ну ты видишь, к тебе бегут врачи У тебя рампа Тебе убивают камни И он ставит один бункер, который даже достроиться не может Да я бы 4 поставил К тебе идет алын с роучами 10 роучей к тебе идет У тебя в армии 6 мариков Ты заказываешь один бункер Один бункер, ну никак не поможет Хоть ты убейся Для этого не нужно быть в ГМЛ, чтобы это понимать К сожалению Сейчас Ладно, смотрим дальше Так, сегодня 23 Сейчас Ладно, 12 Закрыть Ладно Доброй ночи Еще раз Вот видите, смотрите Буай играет на карте против Против касса На который Не имеет смысл Опенинг Через пол И смысл этих лингов В чем Ну сделай ты одну собаку Отправь к противнику Допустим там Одна на золонагу Одна на рампу Потом ее можно поставить здесь Ну полить Полить Ну полить допустим Ну полить допустим выезд гелионов Или проверять На какой пристройке Какое здание строится Какое здание строится Мы в таблице У касса 1 Потому что Касс ведет У меня Черный квадрат Малевича Что ли на экране? А давно он у меня? По-моему давно Так, я этого не видел На стриме задержка Сразу извиняюсь А где моя программа Со счетом Я что-то не понимаю О, ошиблись наверно Наверно О, кстати А что у кассы за задумка? Жесть Шпиль заказанный Шпиль заказанный 6.30 Пастим пак Аааааа Это не Нет, это не фейк Это не фейк Вот только тираны делают овен рабами Потому что у них плюс 5 хп В отличии от других рабов Что делает их имбой И потому что у тираны есть молы А откуда у меня квадрат Черный вылез на экране Вообще не понимаю Ааак Но он, кстати, с быстрой мутой Именно с супербыстрой мутой Очень круто на Бригадерн Который В особенности играет Примерно как Каз У Кассы, кстати, вот если он выбирает билд, который можно использовать не только для защиты, но и для атаки, то есть с очень хорошим продакшеном с трёх бараков, Быстрая мута ничего сделать не сможет, как правило, по-хорошему. Если Касс выбирает вот такой билд-ордер через три командных центра и быстрой инженерки, то быстрая мута должна входить очень круто. Ребята, на стриме задержка. Задержка. Знаете, что такое задержка? Как раз именно из-за задержки я уже всё исправил, а вы этого пока что ещё не видите. До вас картинка не дошла. То есть то, что вы пишете в чате, я вижу сразу, но то, что я вам отвечаю, вы слышите только через две минуты с опозданием большим. Кстати, что собирается делать Буай? Собирается... Нет. Не-не-не, он не собирается ворваться в бейлингами. Собирается первым делом выходить в грейды в третью нычку, а Беллинг Нест просто делается наперёд. Есть ещё такое небольшое правило, что Беллинг Нест имеет смысл делать до выхода в муту, на всякий случай. Ну вот, Касс выбрал, допустим, билд. Он сделал морпехов, да, у него куча бараков. Сейчас пойдёт штамповка, у него ранние грыды. Немножко ошибся с арсеналом на 20 секунд. Не убил раньше времени оверворда, который распространял слизь на третьей базе. И зеркать им пользуется. Продолжает летать мутой, харасить, отвлекать внимание, а сам в это время раскачивает третью базу. Кстати, Буай мог её поставить пораньше, по-моему. Но Гиллионы... Он хотел её поставить пораньше, но Гиллионы помешали это сделать. Да, я рада тебя. Ещё вот очень опасно. Шпиль стоит, конечно, на второй нычке. Очень легко его там отдать будет. Ещё один звербол в заказе. Если честно, я удивляюсь, что у кассы с двух баз было, у рабочих сейчас больше, чем у его противника. Тридцать две КСМ-ки! Блин, ну тут у кассы экономика. Раньше кассы считал, наверное, не то чтобы считал, а вообще касс раньше заказывал войска круче всех. Ну, в плане продакшена. Потом его в этом плане сменил хэппи. Более-менее. У кассы просто даже экономика дикая. Сколько рабов. Он сейчас, смотрите, погнался за мут и увидел, что у него здесь перебор по рабам. Перевёл рабочих на третью нычку. Поставил туда мариков. Убывая третья база уже встала. 1300 минералов. Я не знаю, куда ему девать столько. У него соплай-блок. Очень жёсткий. Доказывает грейдену на 2-2. Кстати, террин впереди на аж полторы минуты. По грейдену даже на две минуты. Самое главное, муту не отдать. Потому что тысячу газа подарить террину на халяву, это практически провал. Постройка, конечно, сесть от бога. Марики еле-еле бегают между бараками и зданиями, пристройками, чтобы замуты успевать. А они уже перестимпачены, по какому разу? Чатик жгёт просто. Просто жгёт. Вот ещё вот такая функция. Можно закрепить камеру замут, и она всё время будет двигаться за ней. Но лучше смотреть от игрока. Как он контролирует ситуацию. Пытается добить инженерку. Но я не думаю, что красная халява позволит ему это сделать. Стевает привести ксм и починить. Здорово. Поэтому такие важные здания всегда нужно ставить как можно ближе к минеральной зоне. Вообще, конечно, в идеале за минералами это можно делать. Но, правда, оттуда муты... Ааа, слушайте, на этой карте нельзя делать инженерки за минералами. Знаете почему? Объясню. Ааа, если мута зависает вот здесь, до неё могут дострелить только фотонки и туретки. А если ставить там инженерки, то мута может спокойно инженерки убивать. Кстати, у Боя сейчас небольшая проблема. Ему придётся чистых майков убивать бэнами. Мута сейчас успела вернуться! И так не успевает вот здесь, просто так называемый. Просто не успевает. Ну, бывает, третий даже не потерял. У него денег сейчас так много, он не успевает их тратить. 20 личинок это очень мало. Даже если он закажет на все эти личинки собак, у него всё равно косарь останется. Вот, видите? Вот. 1200 минералов. Новые бэйны. Нужно ещё больше бэйнов, ещё больше металлистов, ещё больше хат, больше инъекций. 20 личинок, 1600 минералов. Таким количеством ресурсов нельзя стерном воевать от этого из тимпа. И бэйниги не успевают достроиться! Кстати, очень важные игры сейчас в заказе. Много гнигридов. Ха! Кас-хладнокровно пере всех переубивал. Это он по медиваку своему сейчас пострелял или мне показалось? Пукуй у тебя бэйнигов. 6 бэйнов. 44 линга. Грейды зала почти готовы. Кас-переди по грейдам, но... У него кончился мейн. У него... Ох, какое тут минное поле, жесть! Лё, короче, игра затянулась на минут 40. Хе-хе. Если только Буай сейчас не проведет сражение в минус. Или не нападет как-нибудь на это минное поле. Со всех сторон. Равейнер, это просто эпичная музыка. Вот там, наверное, эпичная музыка. Четкое сбегание на мейн. Молотка. Ох, Марины сапана перекладывает норму. Свой один удалик пока что погиб. Ну вот во что обошлось кассу, это сбегание. Которое можно было законтрить одним соплаем. Которое не успел, с сожалению, в ответе. Офигеть, у него потери. Это в сумме. 53 раба на 72. Каск плюет на все и идет в атаку. А где Торы? Стоп. Ой, он разделил всю армию и пошел в атаку. Только третий войск. В чем смысл-то? Извини, кажется, здесь не успевает контролить. К большому сожалению. Люди до сих пор живут рабов. Один соплай минус 3 рабов. Это не серьезно. Ой. Мины вообще никого не убили. Вот армия, вот армия, вот армия. Как можно поделить армию на 4 части и пойти с самой... Ну, не меньшей, конечно, ею. И частью. Ну жесть. Ну так нельзя. Просто нельзя. Норм такое, дотекание. Уверенное. Ой, щас будет бомб. Странно, минки не согреть. Ой-ой-ой. Жесть. Вы видели этот момент? Вы видели эту красоту? Просто. Великолепный момент. Я давно такого не видел, чтобы столько Бэрингов убивал, столько Мариков. Как же, ну, выманил-то, а? По-царски. Неожиданно. И сразу просто контратака. КГ. 2-0. Бой хорош. Очень хорош. Но касс ведьмы и правда устал. Терять столько... Терять столько КСМ. Терять столько на муте. Просто на одну две туреточки больше добавить и уже... Гораздо меньше придется вкалывать стимпаки и бегать за ней. То вправо, то влево. Хм. Несмотря на все это, у касса 30 секунд заплайблока. За всю игру. За 20 минут. Убая. 2-2-8. 2 минуты 28 секунд. Так, мне нужна... Минутка. А вот еще две. Парагатричны 2 минуты 21-21. Все бре так сарелевшазирует что-тоigu flat. За мной продолжение. Тонне уличный баланс baix. Несterior мы не ready. О любых не погвели и умеем. По устр��. Амур зоучилгу. Стихsce Mate為 в день? Продолжение следует... 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 Что два мародера-то целовали? Так грустно. А, там мина была. По-моему, даже не одна. Да, две мины. Простите, я уже сам немножко втыкаю, ошибаюсь. Оп. Сначала дропнул две минки, потом выгрузился сразу же на вторую базу. Ой, успел. Хлотно. 42, Робана, 37. Угу. Три команды в центре. Ох, сейчас у кассы пойдет такой продакшн. Просто шесть бараков. Он будет заказываться просто нон-стоп. Пять из них не стоит. Его можно использовать даже в качестве вижена. В любой точке карты. А, ну что? Оу. Оверворд улетел дальше. И между атаками викинга, ближе к викингу оказался аверсир. И он выстрелил по аверсиру. Или касс проконтроливая и решил сам аверсира убить. В итоге ни того, ни другого не убил. Хм-хм. Передвижение под землей, это тебе зачем? Грейли на собак? Что-то какие-то быстрые ультра-возбук-базы. Да нет. Прекрати, как говорится. Вообще, кассу стоило бы сейчас какой-нибудь такой... От пушек сделать, что ли. Ну, помимо того, что он дропает и все время как-то отвлекает дерби, его внимание. Не дает ему нормально третью базу раскачивать. Кстати, это огромный плюс. И касса за счет этого должен тащить. Взял двух мародеров. Куда-то высадился. Для, я так понимаю, для просветки. Нет. Сам не понял, зачем он это сделал вообще. То есть загрузил медивак сюда и высадился рядом. Вай. Гриды. Линк. Линк. Вообще, стоит ставить собак где-нибудь с краю. Чтобы палить дроп к периметру. Хотя, вижу, они тем не менее дают. Ой-ой-ой-ой. Увидеть этих рачей было невозможно. Движение это крайне трудно. Даже стоя на земле не всегда видно. А, тут уже туретка. Она вижен дает. Да, туретка в тему. Очень в тему. По-моему, он даже ожидал этого. И здесь туретка. Итак. Чистые мародеры. Чистые роучи против мародеров. С мариками. С тимпаком. Ну, количество, кстати, может и помочь. С плянами. Трансфьюзами. Конечно. пробками контролить. Ой. Aquí-ачу-ачу-ачу-чу-чу-чу-чу-чу-ху-ху. Видео всех рабов убили. Просто за выстрел. Чудовищными потерями, конечно. Кстати, посмотрите какой размен получился. Он на 3-й бальзе арчей выкопал. И убил по-моему сейчас рабов 10. Ух, жесть у пау-кассо потерь. по рабам. Ну и у зерга тоже немало. Давайте попробуем оценить ситуацию. Медивак? Каким же Пукерфейсом Касс улетает медиваками? Да 2 на 6, а 2. Слушайте, я уже похоронил практически Блая, когда он выводил рабочих со второй базы отсюда. По грейдам. Я все равно не понимаю, в чем смысл грейдов на собак. Муту с собаками и роучами он не миксует. Как же долго рачи живут, офигеть. Как скажешь, но теряет рабов просто ужасно. Казалось бы, в теории, чисто в теории, как можно потерять рабов, зная, что у тебя везде стоят туретки. То есть в минералах, на мейне, на натурале, на входе, на второй базе. И все равно рачи выкапываются и убили они сейчас в сумме... Сколько рабочих? Сумме 33, за эту атаку где-то 10-15. Офигеть, как много. Кинь ты уже просветку-то. Хоть одну. А он еще и роучи разделил. Может быть, Рэйвена стоит построить? Это долго, конечно, дорого. Против рачей Рэйвена заказывает совсем бред. Квинни закопалась. Ну, скан делать, опять же, ради Квинни смысла нет. Пускай она там закопается, и черт с ней. Бейнги, бейнги, бейнги! Красно отлично отреагировал. Реально отлично. Передроп на хайграунд. Можно было дропать сюда, чтобы быть сверху. На рамках. Ой, бедные дроны. Ой, как их жалко. Еще и с минками дрон. Ой, какой сплитер вообще. Как стало. Красивая атака. Как вам, понравилось? Третью базу в это время он восстановил. По рабочим вышел вперед. Даже. У Блая до сих пор не работают газы на третий. Блин, на Блая это вообще не похоже. Просто не похоже. Тринадцать дронов в заказе. Распределил рабов по минералам. Видимо, со всех хат. А, он в яйцах все распределил. Видите? Как четко. То есть направил сюда, направил сюда и направил на минералы. Поэтому все рабочие сразу разъехались куда нужно. Это круто. Эх. Повезло. Сколько бейлингов не закапывай. По-моему, закапывать бейлингов по какой-то определенной траектории. Допустим, только по вертикали или только по горизонтали. Или вот так вот близко по диагонали. Неправильно. А закапывать хаотично. То есть здесь, здесь, здесь. Больше шансов. По идее. Перекопал бейнов. Красава. Тут ровочи до сих пор закопаны. Из-за этого, кажется, приходится какую-то часть армии оставлять на мейне. Ну, там пару мародеров. Это норм. Бейн. Ой, ой, ой. Чуть-чуть такая реакция. Лай просто как с цепи сорвался. Терантоко подошел у нас здесь. Сразу оклик с бейнами. Даже не дало времени подумать. Ай, блин. Выделил бейну. Жесть. Сейчас, чё так? Нет, слизь была и хорошо продвинул. И вправо-вверх, и вправо-вцентр, и влево. Только у него даже экспанты слизь. Даже на мейне слизь есть, видите? И опухоли хорошие. Ещё, кстати, вот сюда их можно продоварить двигать. Ну, чтобы здесь крип тоже был. Передроп. Срочно подниматься наверх. Ну, дроп же. Нельзя давать дропу высаживаться. Или что? Гинка. Минус. Камари перегружаются. Проконтролить особо их не получится. Поэтому, если видишь, то уже противник готов. Уже наобновить. Дроп. Ой, он. Как он грамотно мародёров разменивает на бэйнов. Так должен террин каждый делать. Любой уважающий себя террин. 56 рабов Кас потерял за игру. 56. Или убил. А, убил. Пардан. Как была ещё держится. Ну, 60 химита. И у него 1800 на 400. 1800 на 400. Ну, поздно уже. Поздно. Просто поздно. Хотя, вроде-ка, списал о том, что он устал первым, а не бой. Хм. Хм. Их раз у оверов. И вообще, какой смысл сливать? Разрешите, что ли? Не, викинг один это хорошо. Можно оверов отогнать очень многих. Можно полить, летать. И пока ты спокойно. В качестве данного разведки. Повесить, допустим, тупо вот здесь. И всё. У тебя контроль воздуха есть. Какой-то область. Пока там слизи нет, ковин туда не придут. Просто терять его не стоит. И уйди. Это странное место для мима. Он выбрал, смотрите, сверху. Ну, и это сработало, кстати. Сейчас покажут стюдичку, которую Каза Юрл. Патает для мимитов. Бывает. 1200 минералов, 700 газов. 29 бэйнов. 29 бэйнов. Ну, блин, они уже нужны здесь сейчас. А не после потери третьей базы. Каза уже встаёт. Четвёртая мечка. Вторая закончилась. Первая закончилась. Выкопались рачи. Ук, я бы вовремя вспомнил. И бэйны вот в сторону резаться не хочется. Совсем не хочется. Бэйны даже уже доказывали, что удобно. Ну, всё, уже бэйн. Взрывай. Ты хорошо харасил, отлично. Но всю игру... ...сюда к неравнам руках сидеть нельзя. Пусть каждый бы круто не контролил, но он нагарачивает свой демит. Нарачивает темпу, трейдер, наращивает силу, наверное. О! О! Ха-ха! И поползку тут опять. Падет. Это суперфинал. Падет. 5,5 тысяч рублей. Один. Так, я продолжу. Есть шашлык. Я быстро. Уголай. Подписывайся. Ха-ха. Сау. Сау. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Диагональные респы Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 Риквины, аверсир, аверсир, один. Ну, правда, не на мейне, а на натурале, это очень странно. Еблай, посмотрите, он побежал в контратаку, пока нету геликов. Точнее, в расчете на то, что гелионы будут пытаться проехать мимо квин, отменять третью базу, кстати, было бы тоже неплохо, вместе с гелионами. А вот прикиньте, если бы сейчас здесь было вопейлинга в парочках, чтобы быстрее убить Сапфайя. Теперь нам нужно выгидать всех рабов и нажимать автопочинку. Ну, не всех, конечно. Но, боюсь, Песленка может сейчас умереть. СМ и выхиливают. Ой, как выхиливают. Неужели не добьет даже Сапфайя? Ну, ДПС же. Грамотно каст рабов распиливало. Блин, офигеть, идеальное знание. Просто, просто идеальное. Чё так получилось? Ну, вот я бы, ну, даже думаю, любой из вас, из нас, выделил бы просто вот так вот рабов и сразу тыкнул чинить. Каст аккуратненько так. Пять рабочих. Оп. Автопочинка. Ну, и потом в какой-то момент он проконтролил. Если видел, что у какого-то Сапфайя ХП падает, сначала на один Сапфай, там, три раба, потом на другой. Ну, конечно, они чуть-чуть не ворвались, но получилось красиво. Мутка. Помощь аверсира, в общем-то, как я и сказал, тут нет, спорки он всё равно поставил. Хотя первое время прилёт Банши он встречал без неё. Без них. Вот он за муткой. Банша уходит в инвиз. Вот минами контрить муту гораздо проще. Редко, даже если одну ставишь, её может не хватать. Но вот если миксовать с минами... Одна минка хорошо бомбанёт, и всё, муту уже долгое время так спокойно летать не будет. Так, убывает 63 грабайт, а уже плюс 20. Нужно продолжать их заказывать. Всё это время, пока ты харасич мутый, компонент не имеет возможности времени на... на другие действия. Просто не успевает. Экстра сапфай. Кстати, кто-то напрям подписался, я не успел прочитать. После игры поблагодарю. Ой-ой-ой, опасно. Два газа. Тоже было, немножко захарасился мутой, обычные газилки сразу ставятся под момент, когда мичка почти достроилась. Ну, или бы сразу после постройки. А тут она уже простояла, сколько грейдов. Громов туда он перевёл, 20 штук. Таец отогнать терна по грейдам. 1-1 против 0-0, пока что. Довичное преимущество. А где арсенал? Собственно, забыл? Так, а забыл про арсенал. Он уже потерял кучу рабов. Пипец. 17 рабов потерять. Имея туретки. И мины. 17 рабов. Боже, я готов задонатить просто каждому прогеймеру, который их будет строить по две туретки. Просто задонатить. Арсенал. Ох, бедные терны. Он даже не знал про муту. Но был к ней готов. И всё равно потерял 20 рабов. Обидно. Помните, да? Я уже сегодня говорил про это. Про туретку и 20 рабов про потери. Наглядный пример. Мутка, 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 мутка. Ак. Хорошо каст не среагировал. Сейчас бы 2-3 мутоля точно добрал бы. Заходим на слизь. 15 бэйнов. Ой, опасно. Ой, опасно. 1 бэйлинг, минус 6 маников. Не надо успевать фокус с бэйлинг, хотя бы бэйлинг. Что-то у кассы всё очень плохо. 81 рабочий заказывает ещё 12. Бой, куда, сейчас столько рабов. И так, 3 базы. 4. Ах, не поймал медивак. Пытается поймать, но не понимает, где он. Медивак-то вот он. Вернётся ли мы уперем медиваком? Вернёмся. Ха-ха-ха. Молодец, касс. Когда подходишь к мине, вернее, когда она попадает в поле зрения, видно ямку, где она закопана. Вообще, ямку у мины видно всегда, если она закопана. Чем баг-то? Механика игры даже больше. 90 дронов. Жесть. Конечно, не понимаю, куда была такая экономика, если он не успевает деньги тратить, даже с трёх баз. А у него сейчас экономика будет ещё лучше, чем в предыдущей игре. А в предыдущей игре он полыгры играл через две базы. Через две с половиной. А сейчас у него четыре раскачанные на максимум. Тринадцать рабов. Девятнадцать рабов. То есть, девятнадцать рабов. Четырнадцать рабов. О, грейт на мины пошёл. Касс начинает исправляться. Это уже неплохо. Ултка. И бейны. А, вот они. Ой, офигеть, как много бейнов. О, закопка. Блин, я сейчас вспомнил пару игр в Винксов Либерти, как была, и клёво бейнов использовал с закопкой. Это было так шикарно. Просто. Ну, тогда, как бы, опыт игроков был чуть меньше, и внимания было игроков меньше, и он умудрялся закапывать бейнов, ну, просто во время замеса в рандомных точках. По два, по три бейнов. Потом, когда уже замес заканчивался, все равно начинало скапливать новую группу войск. Блин, сапплай. Ой, минус инженерка с грибом. Бейлинги взрывали огромное количество просто пиклоты. Так, живая мута. 600 газа. Убывает 1800 минералов. Уже можно просто хаты по всей карте строить. Минус газилга. Ну, газ термин, у него и так газа полно. О, первый тор в заказе. Рабов отсюда нужно куда-то эвакуировать. И золото занимать, и туретки строить. И сверху туретки строить. Но тогда, если их поставить, собаки могут их грызть. На пофиг. Очень много лимита, конечно, у зерга. В против которого будет очень трудно засплитить, играя в одних париков. Просто в одних. Сколько у него морпехов? 76! Охренеть. Дорно Мэйни, он пройти не может. А почему этот может, а тот не может? Как он вообще сидит? Как он здесь оказался? Игра приостановлена. Блин, бой. В такой момент паузу сделал. Игра возобновлена. Так, смотрим. Ну что, минус планетарка? Кстати, муты здесь достаточно много. Можно с туретками смело драться у того. Тем более, что муты с грейдами двумя на атаку. Минус планетарка. Всё, муты терять не надо. Можно спить спокойненько вниз. Не надо, не надо отдавать муту. О, комариков у кассы. Ему сейчас нужно включить режим просто блога сплита. Ой, еще не ху-ху-ху. Он все мины отдал на Бэйна. Облайк. Увидел, что муты... О, хороший, я даже сам не заметил. Ну как бы не определить никак не закопаны Бэйны. Возможно. В рафтевой вооружён опасен. По-моему, опасен здесь как раз не Марпех, а именно Бэйлинг. И стимпак вроде не в колледж, потому что пока добежишь, придётся второй врубать. Блить нужно как Боба. Просто как Боба. Будем в это время на Мэйн пойти. Ой, там два Тора стоит. Муты в стеке. Первое, о чем я подумал, когда он видел муты в стеке и 2 Тора, ну и знаю, о чем я подумал. Так, еще один ЦЦ. Ой, что это такое? Ну здесь Бэйны вообще делают. Каз. А, он стенку так и не закрыл до конца. Блёй, как раз Грейт, но улучшенную броню. Это, конечно, тлен. Тлен. Гробов на золото уже можно было бы перевести, хотя... Уплали пять тысяч минералов! Можно даже уже забыть вообще про минералы, и ближайшие минут пять вообще не добывать. Ему нужен только газ. Пять косарей минералов. Это охренеть. Ох, у тебя Бэйнов-то. 70 Бэйнов? Кто-то Блай троллит. Ну, тут преимущество дикое. Он же все понимает. Ну, где минки-то? Если у тебя нету, как бы, сплита уровня, там, корейца, то из мин оклик собак и Бэйнов-то не убьешь. Просто не убьешь. В поле играли против... Ну, как бы, ветеран играли через танки. С... Ну, морпехами. Ну, а как? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, микос! Ах, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ну, вот сейчас можно было еще один микос кинуть. Кестр же был рядом. Блин, красивый по-моему, обе. А вот это очень жесткий отбун, когда махники сверху стоят и снизу. Микос. Ой, какой сочный микос! Ой, какой еще один сочный микос! Это мута не обязательно убраться, слонёнок вперёд, в бейлинге, сверху, снизу. Карто метода спинт самый главный, то есть, если он перетропывается сюда, здесь его уже ждут, буду задержаться и улетать, но рядом мута, и ты можешь потерять просто медивакина мута. Дружённый или недружённый, но потерять. Жесть. Классный матч, всё равно, сути в одни ворота, но было интересно. Мне кажется, к следующему карту гас польёт, если сейчас была возможность поставить, я бы поставил на бою. запас ресурсов средний 1700. То есть. Тот четырёх побед. Ой, олд, там ссылку скинули. Кто-нибудь скажите тирану, сколько у зерга денег, пусть пишет ГГ. Ну, конечно, денег пока что ещё не показатель. Так, врываемся в игру. Так, врываемся в игру. Так, сейчас, момент. Так, 3-1, да? Так, хорошо. Ну, либо сейчас Касс вырубает какой-нибудь суперсерьезный режим, а это играть просто на максимуме, пытаясь вытащить, либо на этом он оступается и осознаёт, что нужно было тащить раньше, начинать тащить. Ну, сложная механика игры в ТВЗ матчапе. То есть, если там есть мута, она перехватывает медилакио. Оу. Оу. Слушайте, по-моему, это знак. Я думаю, что это внезапность и разведать зерго это невозможно, если он на кроссреспах не решил дроном поехать сразу по диагонали. Минус в том, что на большой карте, в любой угол карты, бежать юнитами очень далеко. И эффективность этих быстрых бараков и быстрых мариков очень сильно стремится к нулю. на маленькой карте это круто, но я много раз видел, когда даже на такой карте как-то ударим алтарь. Это, напомню, одна из самых больших вообще карт за всё время для игроков на четырёх респах. Играны умудрялись при таком билде выиграть зергов. Ну, тут, конечно, на самом деле Буави с одной стороны повезло, точнее не повезло то, что он сыграл в хату, в газ и в пул. То есть пул квина линги и тайминг всего этого дела максимально поздний. Самый поздний, какой только может быть. Дерм уже начинает застраивать дерго, заставлять его играть с одной базы. И я боюсь, что бункеров тоже слишком много. Вообще по-хорошему надо делать бункер уже на хайграунде, наверное. Или где-то вот здесь, поближе к рампе. Ха-ха. Так что может быть. Может быть. Буай не будет делать скоро собакам. Это очень бесперспективно. Он делает рачить за копкой. Чтобы не кричит. Самое главное, пытается не выпустить пильню поцелу. И убегает всего одна собака. Единственная Буай все сливает, что у него до этого было. Может быть мы увидим Нидус с одной базой. Слушайте, а что более гейское в стартарте? Фотонки или вот такие бараки? Мне кажется, бараки. Да. Потому что приди в потонки, ты хотя бы за дефенсом. И можно в макро выходить. После этого бараками выпитать назад как-то совсем не припойду. Ха-ха. Что-то я не понял, что за музыка запустилась. Так, кастом времени поднимается наверх. Ой, рачи, они пока без закопки их мало. Конечно, рачи Марика в контре. Как это такая разница, в количестве. Если Пуай сыграл в пол или в хату пол, хотя бы у него намного раньше кремит появились. И через было бы больше. В конце концов, можно было бы уже три квины сделать, наверное. Ой, рачи были заказаны на другой базе, а не на мейне. Но, тем не менее, он отбился. Ну ладно. Серьезно? Ну, какие-нибудь три бункера сейчас, может быть, спасут ситуацию. Именно три. Прямо вот так вот. Раз, два, три. Минимум два. Потому что пять роучей. Это не мало. КСМ-ками ты замучаешься их убивать, и пять Мариков не спасут. Ой, какой-то четкий оверлорд. Неприятный, жутко неприятный. Побывая сейчас 300 минералов, он мог бы сейчас заказать еще пару роучей. Три штуки, как минимум. Сейчас такая дилемма, нужно и КСМ убивать, и Мариков убивать. Он решает убить Мариков. Он хотел не дать Марикам вообще залезть внутрь, в принципе. Ой, по-моему, здесь убивает на тройкой сопои. Врачи же пройти могут. Да? Ха-ха-ха. Что с тобой? Застройся нормально. Захопка. Просветка есть. Скан. И кривай. Вольно мне нужно сталкерами поиграть. добраться намного круче научиться ручьи микрить надо сталкеры быстрее и dps у них побольше жесть ладно что дальше 23 раба на 14 по этими ручками посмотрите сколько всего он бил несмотря на то что стенка была почти готова что это за инженерка вообще что он здесь делает вот сапой на мои не это просто что-то потерять десяток рабов из-за кривого сапула и на марине указ понимая что ты устал с такими вещами ошибаться на эту жесть ладно если бы он не успел закрыть или не успел поставить но он их поставил криво и ужасно ну ладно что сделал бы дел только крови что-то ксм нарезает он нарезает вообще закапывается постоянно 18 рабов погибло 18 новые три ручья и так понимаю инженерку сделал чтобы сделать туретку или для какой она здесь цели вообще хуй смысл нагрузкой несет инженерка в стенке по моему у нас есть победитель как только вот все вот эти роучи придут а блай вообще не заморачивался он просто поставил хат и продолжал строить рачейдер стоп его уже 200 газа скопилось и блайчиком и поздравляем с победой может быть сейчас я ему напишу и он мне skype позвонит привет людям передаст бой выигрывает один спой на тысяч касса выигрывает 5700 рублей и это прикольно давно ли касс из эмпайра шоу то уже как да топ-1 с нг а Короче, сейчас, бывает, в скайп позвонит. По традиции. Готовьте вопросы. Прикольный турнир. Конечно, долго он шел, слишком дико долго. Но прикольно. Забавные сегодня были игры. Конечно, много кого не хватает на этом турнире. И Хэпп, и Фраера, и Титана, и много кого. В основном, как всегда, одни и те же. Блайс, Трилок, Босс. Сейчас будет кино, и покупать. А завтра весь день буду стримить. Прям вообще весь. Я завтра никаких делал. Прям проснусь и сразу запущу стрим. Ну, не раньше 12, естественно. Вскоре... Субтитры сделал DimaTorzok 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 салима да вот и сетку первый вопрос как ты смог выиграть люсию шалка фото сфин 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 я просили помягче она и длина плен она хоть одну собаку тебя убила да надо будет глянуть до полуфинала с тревуком что-то было трудное с аватаром я первую игру собирался ставить хату пошел глянуть прокси на экспедиционе и там два было кита я думаю а все короче выиграл ноги на стол и это потом поджидился сделал одну саночку и он саночку зубрил и за счет этого поиграл грубо говоря с прокси гейтами которые я проскаутил я до сих пор замечаю что ты сколько лет уже подряд все время играешь ну как бы очень агрессивно жестко с робочами с собаками с любыми способами пытаешься противника держать напряжение и ну как бы не меняешь этот стиль что мешает другим играть так же почему именно ты вот таким до сих пор способом играешь все это время не знаю мозги и понимание игры может хотя нет тут не в понимании дело ну я так понимаю ты больше хочешь знать о противнике больше что он делает во что он заходит так то есть ну да конечно чем больше ты чем ближе игра идет ну чем контакт нет тем больше информации у тебя есть а когда нет информации то в принципе тяжко довольно ну то есть ты можешь предполагать там что у него и как но не факт что ты угадаешь грубо говоря а чем контактнее там разводы там развод там сделал убил инженерку и думаешь о убил инженерку либо плюс один на атаку либо на защиту но если на атаку то победитель по жизни а если на армор то все не так плохо то есть и опять же разводы ты заставляешь оппонент там двигаться на по карте это все очень сложно делать и из ну то есть даже при том что если у людей поэма хватает когда там что-то закопанное это бред это вообще это но это тяжко с этим очень сложно справляться особенно если ручьи там ручьи тут то я устал считать на самом деле сколько касс рабов потерял в каждой игре т.к. он так он же строит надо же это как как то фиксить ну просто он сделал 80 рабов слишком много нужно это уменьшить вот уменьшаем со стрелком не показалось ли тебе что как то ладонько он играл ну я и знал что стрелок в принципе ну не сильно играет то есть вроде бы как он там убивал там петреуса на чемпионате там и так далее то есть сильных игроков но мне кажется против стрелка если понимаешь как что нужно делать то проиграть довольно сложно ну то есть у него нет такого что он там разводит там дропает и так далее то есть что-то за счет механики которые он может задавить тебя у него такого нет он там выигрывает за счет того что там правильная композиция в правильном месте бьется дело в том что у меня у самого механика слабая и я ленюсь играть в принципе и тренируюсь мало и поэтому ну там supply блоки не всегда production есть и так далее там ну забываю у тебя заметила такая проблема когда идет бой там у тебя 1000 минералов накопилось там роучем пытаешься делать подшаг у тебя копится копится рез и только после сражения что-то заказываешь но опять же иногда это хорошо иногда это плохо когда тебя сразу контратакует иногда это плохо когда грубо говоря ты этим тянешь время и лучше размениваешься выходит ты размениваешься в плюс у тебя конечно личинки не производятся на все же ты размениваешься в плюс и ты в плюсе там потихонечку потихонечку там подшаг ударил от штата то есть это все очень сильно решает в последней игре я вообще на supply блоки ловил как бешеный блин наверно штук 5 словил до 40 лимита то есть ну реально оно бывает ну да финал самое интересное со стрелком еще кстати что я не досказал стрелок просто такой игрок вот я сказал за счет чего он выигрывает дело в том что ну меня в основном если выигрывают то выигрывают механикой то есть там то чего у меня не хватает там за счет там понимания игры там или правильно принять битву у меня выиграть так намного сложнее там проконтролить лучше ну то есть я всегда контролю всегда стараюсь там чем больше действий на карте ну такое и стрелок увы не такой игрок вот касс я думаю что касс если честно может выиграть потому что касс довольно таки хороший макроигр он умеет кликать а а клик и а марина он умеет все кликать и у него выходит продакшен стиль даже когда я играл на ваане я вроде его разбирал и разбирал и харасил и харасил но как то так все равно его было много я не мог ну то есть блин меня вот это бесит немножко в кассе что блин его всегда много то есть против него всегда нужно там с мозгами подходить там забежать в нужное время там бэйнов зарыть сделать там залет муталисками то есть такие мелочи ну ты вопрос про финал задавал на ванийской станции он в какой-то момент пошел на твою четвертую отменил тебе ее но пошел он на самом деле только половиной армии и вся остальная была разбросана у него по всем базам не очень понял зачем это было делать от муталисков дешелся на всех на каждом экспанде да ну то есть ты же видел как я его харасил сколько там 7 муталисков при том что турецкие были распричены ну да я не муталиски долго ну вот и я на если честно мне кажется я дофига на харасил очень много на инферно так не получилось потому что там минки конечно я думаю что я проиграл в тот момент да? потому что там осталось 2 муталиска нет 3 муталиска да? ну что такое ну короче а на ванийской ну он дефился от муталиска потому что боялся что я приличный он говорит и отменил наверное опять ну я походу его слишком сильно напугал муталисками то есть само понимание что там было 7 муталисков там потом 10 и они сделали столько урона наверное вот осознание того что их сейчас может быть 20 и с помощью бэнов я отобьюсь там на третий предположим четвертый он убьет потому что крыпа мало я отобьюсь на третий а убью он на турал то есть понимание того что я могу проиграть наверное так ты по ситуации делаешь разведку с терранами овервордами там на 7-6 минуте конечно именно по ситуации конечно а почему не стабильно? а зачем стабильно? ты видишь риперов? видишь 2 видишь 3 видишь 2 марика видишь 4 марика сколько реактор? увидев 4 марика ты понимаешь сколько реактор был на этом на бараке увидев 6-8 ты понимаешь сколько то есть считаю в это время Ну, то есть, будет ли баньша, а будет ли не баньша с инвизом? Сколько газов? Ну, я газы чекал всегда, если ты заметил. Практически пытался всегда замечать. На предыдущей карте, перед финальной, с пропси-бараками, не думал додавить после первой атаки с лингами раучами. Сразу говорю, закончить. На инферно? На предыдущей. Ну, позапрошивай. А-а-а. На, я понял, на коде. Там, где он играл 20С всего. Ну, то есть, натурал, и все. Третьего С он не делал. И он играл с дроп. И, короче, он разведал, что я его с рачами. 8 рачей и 16 лингов, да? Да. Не думал ли я что? Не думал ли ты додавить его в этой игре, чтобы сразу не за один... Я так и планировал. Я сделал третью. Я думал, ну, то есть, что он поет, как бы, ну, по логике вещей гелионами на третью. Чек нет, либо она есть, а потом поет на натурал. Но, это... Танки. Есть танки, они поехали. То есть, у меня там сплой-блок, я не успел, не успели рачи выйти. То есть, там, должно было в это время, там, быть 8 лингов или 10 лингов. И хватило бы для того, чтобы дефиться от геликов. Если бы я не потерял, то я бы его добил по любасу с помощью масс рачи. Это без вариантов. Ну, то есть, там, Бэроу, Чиззакопка, Исподземка, и та же, потом, там, переход в лингобейн. Даже я отбивался после, там, начала, когда вот, ну, когда гелиона убили много рабов, это уже было все. Там, наверное, было где-то 50 на 36 в его пользу. Барабам. Ты там терпел, конечно, как мог. Ну, ты не об этом. То есть, ну, немножко больше бы, я думаю, что я бы смог еще и вытащить игру. В целом, да. А оверов ты, я так понимаю, тоже не расставляешь по причине, что потом от этого не страдать. В плане, не расставляю. Ну, практически не висит у тебя никогда оверов, там, от дропов. Ну, только если не преимущественная игра. В зависимости от карты. И если ты играешь через моту. И в зависимости от карты. На Инферно я это делал. На, где еще у нас ушло в лейтгейм, на ВААНе. На ВААНе мне это делать не нужно было. Если бы дошло до того, что он бы меня дропал. Ну, у тебя моты, ты контролишь, в общем-то, всю моту, которая защищается у тебя из моты. И могут быть дропы летать. Это да. А больше макро. Так. Макро, макро, макро. О, вспомнил интересный момент. Ты, когда играл со стрелком на... На, 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 на... Инферно? Нет, я... Не, не, я... Кода, на Эча. Да. Или на Эча. На Коде, на Коде, на Коде. Со стрелком на Коде. Ты, когда залетал овером, ты видел... Био. Да. А потом увидел танк. Сразу все понял? Нет. Био с танками есть вариант. Отличный двухбазовый лин. Очень сильный. А когда ты распознал, что он играет стандартный мех? Что это был фейк? Когда залетел оверсир, и Бейлинг Несс на 40 секундах отменился, и врачать мне пошел грейд, и пошли грейды на рейндж. А, только на оверсире. Понял. Да. Я думал, что ты по танку определил. Потому что ты, когда залетал, ты видел заказанный стимпак, либо мародера с фугасами видел факторку на реакторе. С танком, алоэн, это двухбазовый, он достаточно сильный. Поэтому, ну, я думал, что он его будет играть. Поэтому я даже там меньше рабов сделал. И больше сейфа играл. А потом увидел, что меха, и такой, а, ну, окей. И поэтому там три рача, типа, фейковали, что, типа, выходи. И нормально так потянул время. Короче, все хорошо, случилось. Вышло. И еще два вопроса. Первая игра с кассом на экспедишене. Что мешало ему тебя разведать и законтрить с простейшей пушировочей? Ну, как-нибудь. Чем? Я не знаю, чем. Он пытался рипером. Хоть просветкой, хоть гелионом. Он пытался рипером. Четыре линга на рампе. То есть ты не видишь, ты идешь вслепую. И две квины. И что ты сделаешь? Даже гелика можно заблочить. Ну, он мог проехать не на натуралу, а на мейн. И увидел барачатню. Как? То есть ты думаешь, что на экспедицию... Он проехал на натуралу. Что? Он же на натурал заезжал сразу. Из-за минерала поехал. Четырьмя геликами. Самый первый заезд гелионов. У него идет на вторую твою базу. У тебя там стоят две квины. Ты там его геликов зажимаешь и квинами отдэфишь. Гелион не успел проехать. А если бы он сразу на мейн поехал? Не помню, что он ехал. Я помню, что раучи сразу же приехали и... Ну, то есть раучи словили двух... Ну, это же... Пять мариков и геликов. Он не отдавал геликов раучи? Не, отдавал, отдавал. В самой первой игре он построил барак у себя на натурале. Он сделал рипера, сделал реактор, увидел, что у тебя не хата пул. И сразу начал делать застройку гелионов. Ты его первыми раучами поджал, потом он к тебе гелионами... Ну, не проехал. А, потом. Я думал, ты говоришь сразу. Извини, извини. Следующий заезд. Второй. Ну, и что? И почему он не поехал на мейн? Потому что там квина на рампе могла стоять. Линги могли выбегать с мейна. Если бы они выбегали, то... Он брал лучшие ситуации, которые он мог словить. То есть я вот смотрю сейчас демку. Рипер там караулит этих раучей. Ну, конечно, именно все так четко вышло, что... Проперло, что в момент, когда рипер увидел раучей, марики были возле рипера. Это... Это реально жесть. Ну, то есть, везет. Есть такое. А тут спрашивают про... Тоже давно хотел тебя спросить, я уже сам забыл. Про экстрадрона у зергов. Очень многие сегодня люди спрашивают, почему экстрадроны, зачем это делать и как. Разницы нету. Можно делать, можно не делать. Но там же есть вроде разница в экономике. Пару процентов. В 7 минералов? Даже в 7. Так, не имеет значения. А если делать 2 экстрадрона на 10-м ремите до 12-м? Не, не вариант. В минусе. Все хуже, короче. Я об этом. Я помню, раньше ты отдавал предпочтение более ранним третьим нычкам. Вот, я сейчас, сек, я смотрю, он когда приехал геликами, он видел 2 квины и 2 роуча, которые только-только вышли. Почему он поехал за андронами? Потому что он бы до мейна не доехал. Если рачи выплываются, то он бы не проехал через квинт, даже если честно. Ну то есть это вообще не разведать. Только если бы гелики не увидели рачей, которые уже шли к нему. Ну допустим, он бы не стал к тебе заезжать, а просто поставил бы около твоего натурала. Ты бы их сначала прогнал, потом... Подожди, подожди, даже если бы он... Даже если бы он разведал, что рачи идут к нему, там много рачей, что бы он сделал? Бункеров больше. И? Ну и пытаться терпеть, ждать стимпака. И? Вот он ждет над камнями, я захожу на натурал и пробиваю. А стимпак слишком поздно. А как же ему это контрить? Он вначале слил, когда я сливил Марика, все. Дальше, дальше он мог вслепую, да, стараться там сделать два танка, один на натурале оставить, два бункера там, бункер там, танк за камнями. И тогда ждать, да, стремятся цехам, то есть встречу цеху позднюю делать, крыльды, ждать, выходить. Тогда бы он был, ну если бы я пришел в там вручилын, он бы был, конечно, по красоте вообще. Ну то есть, все было хорошо. Но, а если бы я пошел в муталиск? А если бы я пошел в третью, ну то есть, в сейф? Заметьте, вообще последнее время, даже чуть ли не последний год, все равно вообще перестали кидать сканы, чтобы кто-то увидеть. Против меня часто кидают. Против тебя нужно кидать сканы, бой. У тебя стиль игры немножко специфичный. Никогда не угадаешь, во что ты будешь играть. Да нет, я в последнее время более так в макроиграю. Малого энергетика, нет, реально. Я что, я... Я как-то игру не запущу, у тебя роучит, а с одной базы то с двух. Ну бывает, ну, ситуация такая. Макроопенинг. Ну так, я открываюсь в макро с пушем, ну подумай. То есть, естественно, это прикольно. Но сам факт, что я же играю в макро, там в ане макро, инферно макро. На коде тоже макро. То есть три игры макро из пяти. Это уже хорошо. Слушай, я заметил, что на инферно вообще 90% зергов все играют в роуч пуш с тираном на горизонтальных респах. Да. Это логично, почему, но... Почему так делают не все, и почему тирана продолжает от этого умирать? Потому что тирану надо вслепую делать танк и бандж. И тогда он отобьется, да. А если вслепую он делает танк и бандж, а там муталиски, то выходи. Ну, может быть, не терять рипера до последнего момента? Можно. Но не факт, что рипер проскаутит. Ну там же этот выступ хороший. Раз забежал, запрыгнул за минерал, заехал, все видно. Ну, то есть ты думаешь, так все легко? Там лингов не окажется, да? То есть, если зерк хочет что-то спрятать? Нет, если он хочет спрятать, то да. Но рипер-то быстрее лингов без мула. А кто сейчас сказал, что без мула? А, нет. Ты, если делаешь чистый ровоч пуш, у тебя же нет мула лингов. А, этим? Да. Этот пуш? Как-то со стрелком вроде делал. Со стрелком? Ты на горизонтальных респах пришел, у него ничего не было, ты сразу его вскрыл. А, ну да. Я, ну, по ситуации, то есть я там две квины, две квины это деф или там, я сколько там, четырех лингов сделал, ими убежал. То есть я видел, что рипера нету. То есть, опять же, ситуация, я видел, что рипера нету, и поэтому я это делал, знал, что инфы не будет. К примеру, там, на коде я ж кассу убил рипера, зажал, все, инфы не будет. Можно малынчик сделать. А, еще такой вопрос. Когда ты с аватаром играл на последней карте, когда он дропдарков делал, ты еще лаер потерял со шпилем? Довольно интересный момент. Когда у тебя 75 рбов, у него 45. То есть у тебя три фоу раскаченные базы, и он выбирает способ игры через харасс. Ну, через дроп, и начинает тебя там развлекать, отвлекать. То есть у него уже было 60 лимита на твоих 110. Грубо говоря, игра еще даже не началась. Почему с такой уверенностью дронился и ничего не боялся? От того, что я видел. А что ты видел? Ты видел вначале лингами сколько у него гейтов, что у него до сих пор... Сколько гейтов, сколько сентрей. По сентрям, по гейтам? Конечно. Я по этой сделал, по спорочке, если я правильно помню. Да, я по спорочке сделал. Потому что я боялся оракла. Если честно, я думал, что он оракл. Ну и все. А потом увидел, что, типа, та, походу, на третью выходит. А у меня все хорошо. У меня роучи, закопка. Очень много роучей. Буру мув. То есть реально, там, выходя с... А если б ты не забежал лингами или, допустим... Ну, у тебя не было такого большого количества информации, что б ты делал? Да бывал я. Информации это очень много в старике. Да. Я сейчас смотрю игру, чтобы вспомнить. А, так он через фражу открывался. Это вообще жесть. Да, то есть... В общем, чем это плохо? Ну, если линги пробегают, когда ты через фражу открываешься, все, твой тег тебе не спрятать. У меня оверсати залетит, увидит два гита дополнителя. То есть я там понимаю, что там, походу, плюс один, плюс гиты, плюс, возможно, старгейт. И плюс у него выходит тег очень поздний. Ты же заметил, да? Угу. Ну, то есть я лингами скаутил до седьмой минуты включительно. Угу. То есть ты подумай, протос тег делает на седьмой минуте. Это не поздно? Поздно. Поздно. Плюс оверскаутил на натурале газы. Нужна была инфа. Я, конечно, лингов не сделаю, чтобы плюс один проскаутить. Но я догадывался, что плюс один делается, в принципе. Ну, это вполне очевидно. И плюс еще, я знаю, ну то есть увидел твой лайт овером, я подумал, что плюс два просто. Ну, ничего про дырков даже не подумал, если честно. Ага. Даже после того, как твой лайт увидел сразу? Да, я спорочки не делал. Угу. Я не делал спорочки. У тех зиловков в конту-контурах я увидел, конечно, классно. Проперло с этим. Ну, хотя, если проперло, то я пилон увидел, конечно. Ну и, наверное, как зергу, который иногда на все же заказывал грибов, авторитетное мнение бой. Что Blizzard делает не так с грибами? Грибы говно сейчас. Это понятно, но все же. Я в первый раз их сделал толком, ну, в важном матче по этому, по ходцу. В первый раз их сделал, они полное УГ. В Лотве они крутые. В Лотве они очень классные, потому что в Лотве у них АИ классный. Объясни. При, когда они падают, они ударяют. Они сразу атакуют. А сейчас? А сейчас они пока упадут, пока до рейнджа, короче... Ну, то есть, если они в куче на одного падают... Блин, там жесть просто вообще. То есть, их валят, пока они еще падают. Короче, в общем, кост-эффициент у них голимая очень. Я не знал этого. Я просто это заметил. После игры в Лотв и в Ходз. Что очень большая разница. Ну и последний вопрос. Это такой глобальный, без суперподробностей. Как тебе легосил зовут? Что? Как тебе легосил зовут? Офигеть. Чуть круто сделать. Круто сделали. Реально. Экономика, вайперы... Экономика, изменения, игра... Я пушу, то есть, своими там десятью врачами, грубо говоря. И... Когда пуш заканчивается, мне нужно ставить четвертую сразу, на всякий случай, потому что мейн заканчивается. Это прикольно. Это реально. Ну, то есть, заставляет двигаться всегда вперед. Блин. По той стиле игры, думаю, должно подойти хорошо. Это очень круто. И там буруму врачам сделали сразу. Оооо! Это вообще я там... Я этим очень сильно унижаю. А что самое жесткое для зерга? Что самое крутое, что дали зергу в легосе в текущий момент? Честно, говорят, что вот это вот... Что... Раваджер. Ну, все говорят, что раваджер, а самое круто. Для меня бурумуф на Т1. Реально. Очень сильно. Очень. Ты видел, с какой скоростью они на крипе, заразе? Да. Уже можно в моталисках не играть, в принципе. Ну, мне. Я же всегда в моталисках играл, чтобы харасть, харасть, харасть. Я могу харасть и рачами? Я так по стримам смотрю, народ... По стримам в легосе. Очень многие там открываются через быстрых ленингов, подпушивают с ровочами, потом сразу свеч в моту и начинают туда-сюда. Ммм... Ммм... А очень... Они почти... Нет, они почти все играют в одну страту. Это... Линги. В роучей. В линга раваджеров. Мас... Мас... А потом Мас Равагеры. Плюс пару рачей, плюс много лингов. Что я считаю... Не страта, а ужас. Потому что... Те же самые там... Роучей... Равагера... Бэйны. То есть равагеров у тебя в два раза меньше. Но есть роучей для мяса. Бэйны, которые убьют лингов. И... Все, и ты в плюсе, в жестком. То есть бэйны нужны всегда. Да. Они не... Не делают никто. Я из того, что смотрел. Никто из них не делает. То есть... Предятина. Сколько уже в Легасе отыграл? Честно? Да. Ладдера... 30. А чемпионатов еще 20 нет. Все так мало. Я не... Потому что у меня ВЦС был. А... Как бы. Как бы. Завтра пикать будут. Да. Как у тебя планы на ближайшее время? Турниры, поездки. ВЦС. Дальше посмотрим. Кто меня пикнет? Мне жалко Хэппи, если честно. Особенно жалко Таргу. Хэппи вроде предпоследний пикает. И... Ему достанется либо Лилбу, либо Морилорд. А Таргета достанется точно худшее. Ты видел пик, кстати? Нет еще пока. О, у меня Скарлетт в первом раунде этого чемпионата за 25 баксов. Ага. Норм. Дальше никого. Вообще. Все левое. Все левое до финала, где будет Пилипили. Который опять проиграет и скажет, что... Бейстрейт имба. А это чувак, которого я уже лупил раз пять. И я каждый раз с ним... Я не ерусь с ним вообще. То есть, ну... Он там имов любит катать. Я... это... Он делает имов, я делаю... Рачей, лингов, муталисков. Хихихихе. И показываю ему, что он медленнее. Ну, ненормально. Да. Порость решает. Ну что, круто. Круто. Много интересного узнал. Спасибо, Блайчик. Вообще, почаще выигрывай. Почаще играя на турнирах. Давай фарми уже Европу. Сколько можно СНГ нагибать? Я фармлю Европу каждый божий день Столько чемпионов, сколько я выиграю Я не знаю, кто выигрывает Я просто все играю На LAN турнирах бы тебя еще видеть Чтобы на LAN турнирах едет, нужно, чтобы тебя отсылали А чтобы тебя отсылали, надо на WCS входить в топ-16 Я в топ-16 WCS не попадал Имеется в виду оплата поездки и все остальное? Да, да, да Это от спонсоров такая акция? Это у Acer такая политика Поэтому Поэтому Вот и бумажка едет на DreamHack Почему? Потому что То есть надо попасть в топ-16 и тебя сразу отошлют на Quint1? Ну, грубо говоря, результат на WCS Можешь ехать Ну хорошо, давай, тащи Да может впервые будет, блин Потому что я что-то меня не прет На WCS я слишком сильно нервничаю И очень плохо играю Не знаю, не могу собраться Именно на WCS нервы, все Шалет Не могу играть Не могу думать Ну, удачи тебе в этом деле Да, постараюсь Благодарю Хорошо Давай, бой Бурат, все слышите? Давай, полчасика пообщались Спасибо тебе Да, да Тащи Так, ну это был Блай Не изменился он за последние годы Совсем Спасибо за приятный вечер За приятную атмосферу За приятные комментарии За все Не забывайте на стрим подписываться И оставляйте комменты Кстати, напомню специально Для тех, кто это слушает Прямо сейчас Сегодня в понедельник вечером Сейчас я точно скажу во сколько С точностью до минуты Будет интервью с Снутом На английском и русском языке Это дело пройдет в Сейчас 5 часов по Европе В 6 по Москве В 6 по Москве будет интервью с Снутом Обязательно приходите Будет много очень интересных разных вопросов Этому товарищу Запись отдельная будет И появится на моей группе ВКонтакте И на Ютубе Так что Не пропускайте Интересных моментов Все На сегодня Для записи Конец Это был турнир от Гудгейма И спасибо Гудгейму И товарищу-организатору Романка За этот ивент Ну так как он больше всего Денег потратил на Организацию Собственно на призовой фонд Было круто Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok